Кстати, одним из первых Эрдогана с победой на референдуме поздравил Дональд Трамп по телефону. Тем временем международные наблюдатели заявляют о массовых фальсификациях в ходе голосования. А на улицах Стамбула тысячи людей требуют пересчета голосов. Больше расскажет Алексей Пшимовский, он сейчас в Турции. Хаир! Хаир! Изменений в Конституцию. Было очень много нарушений. Мы сказали на референдуме, что мы против и не примем результаты, потому что воля народа была нет. Главная оппозиционная партия страны уже потребовала отменить результаты и пересчитать голоса. Тем временем европейские наблюдатели заявили, что более чем 2,5 миллиона голосов могли быть сфальсифицированы. Однако по словам премьера Турции ни о каком пересчете и речи быть не может. Результаты референдума пытаются дискредитировать, распуская неправдивые слухи. Волю народа отражает голосование, и это не предмет для дебатов. Все должны уважать результаты, особенно оппозиция. Дискутировать об этом нельзя. О множественных нарушениях сообщили и в АБСЕ. В отчете наблюдателей говорится, что голосование прошло в условиях неравных возможностей и использование властью административного ресурса и ограничений свобод граждан. На эти обвинения ответил уже президент Турции, потребовав немедленных извинений, якобы за клевету. Есть такая организация ОБСЕ. Сейчас они готовят свой доклад. Выборы в Турции прошли так и так. Во-первых, знайте свое место. Мы не увидим, не услышим и не признаем никакие ваши доклады. Мы будем двигаться своим путем. Эта страна провела такое демократическое голосование, которого не видели ни в одной западной стране. Сам Эрдоган уже второй день выступает перед своими сторонниками. Вчера десятки тысяч человек встречали его в Анкаре, а толпа периодически выкрикивала смертная казнь, требуя от главы государства вернуть наивысшую меру наказания для участников прошлогоднего переворота. Референдум разделил Турцию надвое. Несмотря на красивые картинки, где президенту аплодируют тысячи человек. Чуть меньше половины страны, это около 20 миллионов человек, сказали на референдуме нет. Главный вопрос, удастся ли теперь Эрдогану примирить своих сторонников и противников. Иначе раскол между ними будет лишь увеличиваться. И к чему это может тогда привести, остается лишь догадываться. Из Анкары Алексей Пшимызкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok